Здравствуйте! Уважаемые радиослушатели и зрители, в нашей маленькой уютной комнате, в нашей студии радиоволны Иссыкуля гости. Это хан Зульфия Рахматалиевна, председатель Аксуйской окружной избирательной комиссии. Также у нас рядом со мной сидит Галия Хурова, гражданский активист, ну, можно сказать, что и депутат, бывший депутат. Вот, то есть вы знаете тоже эту кухню. Флюра Надырова, представитель общественности. Мы тоже ее очень хорошо знаем, и она тоже не первый раз в этой студии. Итак, скоро выборы. Вот уже буквально на днях начнется предвыборная, горячая очень компания. И сегодня мы как раз и собрались, чтобы понять, что нас ожидает во время выборов. Потому что случились изменения в законодательстве. И вот вам, Зульфия, наш первый вопрос в большей степени адресуется, потому что вы обладаете важной информацией, и вы можете четко раскрыть нашим зрителям и нашим радиослушателям, что нас ждет на избирательном участке. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, телезрители. Выборы депутатов Чогур-Кокки Миша, которые назначены на 28 ноября 2021 года, пройдут по смешанной системе. Это по пропорциональной системе и мажоритарной. Вот то, о чем как раз очень долго говорили, что надо, чтобы мы знали непосредственно этого человека. Вот как раз мы имеем такую возможность теперь выбрать такого человека, которого все знают в округе. Да, но это по мажоритарной системе, по одномандатным округам. По республике было создано 36 избирательных округов. По Сыкульской области у нас три округа. Это Иссыкульский округ, получается, туда вошли город Балакчи и Иссыкульский район. Аксуйский округ – это Тюбский район, Аксуйский район и город Карахов. Восточная часть, получается, да? И Джитогусский округ – это Джитогусский район и Томский район. С Аксуйского района, правда, два Айрюк-Медюр – это, получается, пять избирательных участков. Из города Карахов три избирательных участка. Они относятся к Литогусскому округу. То есть они попадают в другой округ? Да, они попадают в другой округ. Теперь по единому округу, по партийной системе. Раньше у нас было 200 кандидатов. Каждая партия давала список, который состоял из 200 кандидатов. Сейчас на этих выборах каждая партия выдвигает 54 кандидата. По мажоритарной системе и партии могли выдвигать кандидатов, и сами, и самовыдвиженцы. Они будут по одномандатным округам. То есть довольно тесно тех людей, которые хотят попасть в парламент. Их много? Их достаточно много, да? Да, достаточно, да. Ну, депутатов у нас теперь будет 90. 54 по единому избирательному округу, по партийным спискам, они пойдут по партиям. И 36 это по мажоритарной системе. Вот по округам. По округам. Многообразие кандидатов в депутаты, да? Оно требует определенной дисциплины в бюллетене. Как будет выглядеть вот этот бюллетень? После прохождения биометрической идентификации избиратель будет получать два бюллетеня. Один по мажоритарной, другой по пропорциональной системе. Так, значит, два бюллетеня. Два бюллетеня. Один бюллетень, в одном бюллетене, значит, будут вначале написаны партии, списки партий, а внизу 54 пустых квадрата. Избиратель будет голосовать, да, ну, избирателю право голосовать и за партию, и за кандидата в партии. На мандатном округам, получается, там будет простой обычный бюллетень, там будут списки кандидатов. Пофамильно, да? Пофамильно, да. Ну, они будут шеребенка будут и будут списки кандидатов. Там будут ставить птичку, только галочку за, могут, ну, как выбирать одного кандидата. А вот именно по партийам, там могут они ставить, получается, два, у них два будут выбора. Они выбирают и партию, и кандидата. Бюллетень будет считаться действительным. Если там будут стоять две галочки, выбрана партия и кандидат, тогда это действительно бюллетень. Потом избиратель может выбрать только партию, не выбирать кандидата. Это тоже будет считаться действительным, потому что партия, все-таки он выбрал партию. Но если избиратель не проголосует за партию, а проголосует просто за этого, когда кандидата из партии, например, выберет, там, 54 кандидата, туда поставит галочку, а не проголосует за партию, тогда бюллетень будет действительным. Вообще, наверное, это будет сложно. Тем более, что мне, например, говорили, что там будут цифры просто стоять, не фамилии. Значит, надо будет всех фамилии запоминать? На каждом избирательном участке стоит тендер, и там будет информация по кандидатам. По кандидатам. Прямо по каждой партии, да? Да, да, да. Будет партия и 54 кандидата. Для ознакомления с избирателем. И вот избиратель, когда придет на избирательный участок, он может ознакомиться, а потом отрековаться. На каждом избирательном участке будет такой стоять. А можно сразу вопрос? Да, конечно. То есть, если мы в бюллетне ставим галочку напротив определенной партии, и, допустим, я хочу поддержать двух кандидатов с этой партии, возможно так? Или только один? Только один. Наверное, нас ожидают трудности при голосовании. Вот как вы думаете? Мне кажется, да, действительно, сейчас с трудностями столкнутся не только Центральная избирательная комиссия, ЭТИКи, УИКи на местах, потому что это колоссальная будет огромная работа по подсчету данных, по переработке всех бюллетней, но это будет большая проблема для наших избирателей, потому что, ну, по своему опыту, с 1999 года я, с 1999 мы работаем в системе выборов, и мы знаем, как это все проходит, и тогда было тяжело работать с одним бюллетнем и объяснить избирателю, где нужно поставить галочку, как ее правильно поставить, да, что именно галочку, что она не должна выходить за углы квадрата, что крестики, нолики не подойдут, то сейчас это будет колоссальная работа и будет очень сложная именно для избирателей, потому что мы как привыкли, ну, допустим, партия номер 7, человек заходит, седьмую нашел партию, поставил выше, а сейчас кроме партии седьмой надо еще будет указать номер кандидата, за которого ты голосуешь. Кроме этого, нужно взять второй бюллетень и поставить по одномандатному, кто проходит в вашем регионе. Это будет очень тяжело, и здесь, мне кажется, большую работу сыграет, должен сыграть, должна сыграть большая информационная компания и работа на местах. Я сразу хотела бы вам задать, София, вопрос, вот автоматизированные системы учета, АСУ, они уже подготовлены на подсчетку вот именно этих бюллетеней, на подсчетах, сейчас сделана работа, автоматически считывающие, будут считать, будут считать, да, сейчас программу, устанавливают программу, и перед выборами будем проводить тестирование на местах, на участках. Юра, ну вот на ваш взгляд, что ожидает, какие трудности основные для избирателей, но я прошу немножко шире смотреть на этот вопрос, потому что нас еще ждет предвыборная кампания, да, вот та кампания, которая вот-вот начнется. Это же тоже, наверное, сложность для избирателя, как вы полагаете? Ну, я считаю, здесь, наверное, для избирателя будет трудно сделать свой выбор, да, потому что, возможно, у избирателя уже будет несколько кандидатов, за которых они захотят проголосовать, да, и каждый будет думать, за кого же ему отдать голос, так как здесь все равно идет ограничение, да, одна партия, один кандидат, и по мажоритарной системе один кандидат, да, вот с этого округа. А так как у нас округ достаточно большой, да, это у нас, если это брать Аксуйский округ, это Тюбский район, да, Аксуйский район и город Каракол, то здесь, возможно, людям нужно будет очень серьезно подходить, да, но самое главное, я считаю, что каждый человек должен прийти на выборы и сделать свой выбор. Своим правом избирать человек в этот раз обязательно должен воспользоваться. И вообще на каждые выборы каждый гражданин должен обязательно приходить. И тогда он смело может сказать, что он действительно участвует, да, в жизни страны, смело может сказать, что это да, он делал этот выбор. Бывает и так, что действительно пришел на участок и думает, начал думать. Да, но здесь большая роль, я считаю, что должна отводиться как кандидатам, так и политическим партиям, которые должны будут позаботиться о том, для того, чтобы набрать голоса, да, для того, чтобы пройти, да, и так, конечно же, они должны очень активно поработать. То есть они должны активно работать с избирателями, активно им объяснять, как они должны голосовать, в какой день они придут, да, на выборы, вообще процедура какова. Я считаю, что это здесь большая роль все-таки должна отводиться к кандидатам, и, так, депутатам, да, политическим партиям. Но еще одна, я считаю, сложность, что у нас вот обычно выборы, и у нас люди, конечно, больше сейчас заняты своими социальными проблемами. Вот. И, может быть, не все, как бы, серьезно, да, будут относиться к самой процедуре выбора. По поводу предвыборной гонки, которую мы ожидаем, обычно, как этот формат проходит? Весь город завешан баннерами, листовками, по политическим партиям. То есть, допустим, какая-то партия, да, ролик, номер такой-то, это легко. А сейчас вот как политическая партия и кандидаты, которые, вот, 54 кандидата, которые входят в эту партию, будут представлять себя на региональном уровне от партии. То есть, вот эти баннеры должны будут содержать не только же номерок этой партии, так скажем, которые пройдут по жеребьевке, но и лица от партии должны быть представлены. А кроме этого же пойдет развеска одномандатников, и вот это как, вот, мне даже тяжело будет. Да, как это будет? Ну, органы местного самоуправления будут выделять места для вывешивания материалов и партиям, и кандидатам одномандатников. То есть, вот эта работа, она будет систематизирована как-то, чтобы в этом избиратель не запутался, кто одномандатник, кто от партии и так далее, и так далее. Ну, здесь еще, видите, сложность может стоять в том, в чем. Здесь же одномандатниками могут являться и члены партии, да? Какая-то партия, она, да, выдвигает в мажоритарную систему кандидатов. И здесь вот часто лицо, которое представляет как, в принципе, одномандатного группа, он может быть членом, представителем определенной партии. А он обязательно должен быть членом какой-то партии? Не обязательно. Но он может быть. То есть, люди будут все равно, это может ассоциироваться, естественно, с партией. Чтобы упростить, я считаю, люди должны конкретно знать, за какого человека они хотят голосовать. Все-таки делать акцент на личности? Я думаю, что да, в любом случае человек будет делать акцент на личности, а не на партии. По итогам прошлых выборов было видно, раньше, как у партии был твердый список, и кандидаты оставались в резерве и по списку проходили. Да. Депутаты. Партия набирает определенный свой порог проходной, и делят мандаты, сколько партии пройдет, наберут этот порог, делили между партиями. И вот по списку, сколько там, 10 человек, 11, которые стоят в списке, они проходили. А особенность этих выборов, то, что выбирают, избиратель выбирает и партию, и кандидаты с этой партии. Значит, кандидат, список, он может поменяться. Плавающий, получается, список. Получается, может поменяться, нумерация, там вот они выдвигают 54 кандидата от партии. И если, например, 54 кандидат с партии набрал большее количество голосов, он может пройти, да, депутат. В этой системе получается еще кандидат. Еще кандидат. И избиратель голосует не только за партию, но и за определенного человека, да, за кандидата. А вот что касается женщин-кандидатов, которые тоже должны будут пройти, это же тоже определенная трудность будет? Нет, но по женщинам, да, там есть женская квота, 30% в принципе, да, от партии. По мажоритарной системе, по одномандатным округам такого нет. Такого нет. Да, к сожалению, такого нет, потому что заходит один кандидат, с одного округа, вот. А по партийным спискам там получается каждое третье будет женщина. Должна быть женщина. Третья позиция – это женская. Ну и все-таки в этом плане мы же можем столкнуться с тем, что женщины могут не прийти. Не пройти. В одномандатных, например, скорее всего там. Не-не-не, по партийным спискам. Если все-таки больше наберут представители в бюллетне мужчины со списка, и больше тысячи голосов будет отданы мужчинам, соответственно, мы можем лишиться женского состава. Нет, нет, проходит, если, например, определенная партия набирает определенное количество мандатов, так, значит, делят вначале женщинам, которые набрали наибольшее количество голосов. Там, если, например, прошли две женщины, значит, две женщины, которые набрали, пусть они набрали меньше, чем мужчина. Допустим, даже 10 голосов, 12, да? Да, 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 кто набрал больше голосов из женщин, они проходят. И если они не набрали наибольшее количество голосов, то проходят те, которые стоят в списке, первая, там, первая, вторая, вот по очередности в списке они проходят. То есть женская квота будет защищена. Да, женская квота будет защищена. Это тоже один из очень важных вопросов, тем более на вот таком фоне, что, в общем-то, были моменты, что вот давайте зачем одну треть, давайте одну четвертую часть женщинам отдадим и так далее. Мы долго боролись за то, чтобы 30% женщин входили в парламент. Вот. Ну, иными словами, нас ожидают непростые выборы. И накануне вот этих вот выборов вообще ЦИК планирует обучение членов комиссии. Почему? Потому что у нас члены комиссии ведь очень-очень активные и очень добросовестные люди, я бы так сказала. Вот я сколько видела во время наблюдения за выборами, они все очень добросовестные и очень хорошо знают свою работу, свои функции. Им ничего не надо напоминать, они все быстро-быстро. Но сейчас. Да, обучение членов окружных избирательных комиссий у нас будет завтра. А по графику, да, обучение будет участковых избирательных комиссий тоже будет, да, по графику, который предоставит ЦИК. Не только председатели, но и членов. Но и членов, да, но и членов окружных, или участковых избирательных комиссий. Как вы думаете, как должен вообще выглядеть парламент нашей республики, нашей страны? Какие уроки извлек избиратель из прошлых выборов? Это уже какой будет? Седьмой созыв? Седьмой. Седьмой. Уже семь? Семь созывов вот этой Джулы Кукинеши прошло. Какие уроки получил избиратель, как вы полагаете? Но это в большей степени, конечно, вопрос нашим активным гражданам из организации гражданского общества. Люра, пожалуйста. Какие уроки извлек избиратель? Да. Ну, я думала, он извлек для себя определенный такой урок, что это должны быть все-таки люди, профессионалы, да? Люди, которые будут стараться делать все возможное, чтобы, значит, жизнь, уровень социальный поднять, да? Думать о том, как должны работать законы в стране. Принимать законы и выполнять законы – это все-таки немножко разные вещи, наверное. Вот мне кажется, что представители прошлых созывов вот это не учли. Или я ошибаюсь? Скорее всего, да, не учли. И какие уроки, если говорить честно, положу руку на сердце? Положите. Да, мне кажется, что, к сожалению, на сегодняшний день наши избиратели извлекли то, что, как бы мы не принимали решения на местах, к сожалению, на уровне государственной власти, на уровне ЖКУ Кенеша, люди не видят того, что хотели получить, идя на выборы. Вот, знаете, возможно, это будет мое неправильное наблюдение, но это моя точка зрения, что выборы после 2010 года, когда мы выбирали парламент, тогда я скажу, что была очень хорошая посещаемость, был действительно высокий порог присутствия избирателей на местах. И выборы после предыдущего созыва, шестого созыва, показали уже меньше процент посещаемости со стороны избирателей. И учитывая все настроения, которые мы сейчас видим в обществе, на фоне тех же социальных сетей, да, Facebook, Instagram и так далее, и общаясь вот с населением, общаясь с знакомыми, с друзьями, я, как человек, который была в свое время, ну, в 27-м созыве городского Кенеша, я хочу сказать, что люди сейчас пессимистически настроены на выборы. Люди, в принципе, если честно, не хотят идти. Когда мы задаем вопрос, почему вы не хотите, опять вернулись мы к тому, что было тогда, в 99-м году, что все решат без меня. Зачем я буду идти и голосовать, если все решат за меня? Когда я говорю, что вы должны сходить, что все-таки есть АСУ, да, есть система подсчета, что мы все-таки передовое государство на уровне постсоветских стран, который занимается, что мы не вручную, в принципе, подсчитываем, только, как бы сказать, утверждаем подсчет электронный. Что мы все-таки должны ходить и что система АСУ не позволит заниматься сбросом бюллетней и так далее, и так далее. То настроение, мне кажется, сейчас не очень такое позитивное именно в выборном процессе. И вот то, что сейчас Флю рассказал чуть раньше, что люди должны прийти и сделать выбор, нам, наверное, будет тяжело в этом плане. Тем более в этот раз. Потому что извлеченный урок, что все решается без нас, все делается не так, как бы мы хотели. Ну, к сожалению, ну, наблюдая за выборами с 99-го года, я бы хотела отметить следующее, что в 99-м году, когда впервые вышел кодекс о выборах, да, это были первые выборы в местной Кенешину. Да, да, да. И мы участвовали. Я могу четко заявить, что эти выборы прошли честно, по крайней мере, в Караколе, да, и прозрачно. Это был первый кодекс о выборах, да, и надо сказать, что люди тогда приходили на выборы. Может, не полная была явка. 28%! Да, но тем не менее, это было честно, да, потому что тогда коалиция за декоративное гражданское общество, наоборот. Они тогда хорошо проработаны. Да, за выборами. Можно сказать, что это действительно очень, это были одни из таких прозрачных, честных выборов, да, впервые. Вот, а впоследствии, вот при, вот часто, да, ну это мое сугубо личное мнение, люди говорят о том, что, о том, что они, за них решается. Но, на самом деле, приходя на выборы, вернее, наблюдая за выборами, вот с 99-го года в качестве, да, вот организаций гражданского общества, которые наблюдают за выборами, да, мы, по крайней мере, я могу сказать, что люди все равно идут на выборы, идут на выборы и голосуют именно за тех людей, да, вот они голосуют за тех людей, вот мы часто говорим, да, про властные партии еще, за тех, кто чаще всего появляется в средствах массовой информации, за тех, за тех, за кого, допустим, как мы, вот есть, да, в такие, такое, как административный ресурс, за тех, о ком им говорят на их местах работы, да, это действительно происходит, и люди действительно, знаете, опять хочу еще раз подчеркнуть, что это мое сугубо личное мнение, люди все равно голосуют, возможно, не так, как осознанно подходя к выбору, а так, как им говорят зачастую. И поэтому, когда, если говорить о том, что они вот не верят, а я призываю людей именно голосовать так, как вы чувствуете, как вы хотите, как вы думаете, и голосовать именно за тех людей, которых вы видите, за кого вы хотите, не бояться, так, как все-таки тайное голосование у нас, да, потому что именно сейчас эта система, вот, АСУ, она позволяет считать, да, не прибегая к ручному, да, ну, это, мы знаем, да, а мы уже, в принципе, все автоматизированы, и сейчас самое главное, зависит все от человека, от его выбора, и когда мы говорим, вот, о вере, люди не верят, если мы посмотрим проценты, да, сколько человек вообще приходит на выборы, то зачастую мы видим, что основная масса не приходит на выборы, и всегда получается, что меньшинство решает за большинство. А давайте все вместе придем на выборы и сделаем выбор, и тогда мы смело можем сказать, что да, там за нас решили, но пока мы не пришли на выборы, говорить о том, что за нас все решили, это просто неправильно. Хочу задать, знаете, то, что не верят так, что проходят выборы, и что за них это все решают избиратели, да, нет, выборы проходят, сейчас почти автоматизированы, как сказали, у нас автоматически считывающий уровень. Избиратели приходят на избирательный участок, он проходит идентификацию. Так все это видят, это же все видят своими глазами, что он... Он проходит идентификацию и получает два чека идентификации, и меняет эти чеки на избирательный бюллетень. Поэтому он берет бюллетень и сам вложит в автоматически считывающую уровню. Получается, после 8 часов вечера, когда закрывается избирательный участок, распечатывает этот чек ОСО. Ну, это предварительные. Да, да, да. Потом будет проводиться ручной подсчет. Ручной, да. Сейчас внесли поправки. Избиратель, который стоит на учете по прописке. За 90 календарных дней, вот он проживает в местном сообществе, только он имеет право голосовать по единому избирательному округу. По одномандатному избирательному округу, извините. Вот, только тот избиратель, который проживает в этом, является членом местного сообщества и проживает там более 90 дней. То есть форма 2, она исключена? Да, форма 2, она исключена, ее нет. А по единому округу, вот еще особая категория граждан есть, которая может голосовать по единому округу. У нас получается особая категория граждан, к ним входят сотрудники правоохранительных органов, которые будут на избирательных участках, например, их будут распределяться, они будут находиться на избирательных участках. И вот за 15 календарных дней они дают списки и включаются именно на эти избирательные участки. Там лица, которые лежат в больнице, находящие в СИЗО, по которым нет решения суда, погранзаставы, воинские части, они входят в особую категорию граждан, и они могут быть включены на эти участки. Получается, они теряют право голоса по одномандатам? Они теряют право голоса по одномандатам. Ну это в силу обстоятельств, в силу их закона, да? Потому что, ну вообще-то, наверное, это логично, потому что мы тоже ведь думали, каким образом. То есть, да, этот вопрос поднимался, да, и вот эта внутренняя миграция населения, да, дабы избежать еще вот голосования студентов, помните, да, когда долгами вели студентов? То есть это 90 дней, я так понимаю, они должны были встать на учет, да? Да. В общем, иными словами, очень непростая работа вас ожидает. И вот как, не просто как председатель окружной избирательной комиссии, а вот как гражданин, какие вы видите основные трудности в жизни нашего избирателя? Это, наверное, ну, право выбора сейчас, я думаю, что вот месяц будут агитации эти кандидаты, будут проводить агитационную работу, они заинтересованы в том, чтобы набрать наибольшее количество голосов. Единственное, избиратель может так затрудниться в заполнении избирательного бюллетеня, но тоже будет показывать и по телевидению, будет это показывать. Потом будут мини-ролики записаны, как правильно заполнить избирательный бюллетень. Поэтому, думаю, что этой проблемой, наверное, с этим тоже так особо не должно быть. Ну, иными словами, вот хочется, наверное, вас поддержать очень-очень и словами, и каким-то делом. Организации гражданского общества что-то могут сделать вот в этом направлении, помочь вам каким-то образом? Единственное, такой вот, настроиться на позитив, дай бог, что, ну, как-то, чтобы прошло все хорошо, чтобы избиратели пришли на выборы, да, вот побольше, не остались в стороне, потому что каждый голос решает судьбу кандидата, даже один голос может решить судьбу кандидата, и избиратели должны знать и почувствовать, да, каждый человек должен это понимать, что, обладающий активным избирательным правом, он желательно, чтобы пришел на избирательный участок и сделал свой... Сделал свой осознанный выбор. Осознанный выбор. Осознанный выбор. Ну, я думаю, организации гражданского общества должны вам помочь в информационном плане, да? В работе сообществом. Донести, да, донести до людей, до избирателей, да, как будет вообще вести себя голосование, нюансы, да, этих выборов, бюллетень, чтобы люди заранее, да, все равно имели представление, как будет выглядеть бюллетень, сколько партий, да, вот, в принципе, информационные такие компании, да? Плюс еще я бы хотела сказать об организации гражданского общества, которые в настоящий момент, да, будут мониторить тоже выборы, вот, они, это, значит, организации, как Общественный фонт Эгель, тогда Шайло, насколько я знаю, да, будет Общее дело, то есть эти организации, которые будут точно так же следить за процессом предвыборной гонки, вот, как все будет происходить, и точно так же будут подготовлены, значит, наблюдатели на участке. Если говорить о предвыборной вот этой всей агитации, ведь мы еще не видели такой агрессивной, можно сказать, агитации. За время вот своего существования в Украинской Республике, да, ни разу таких достаточно агрессивных вот действий со стороны, ну, я, наверное, не совсем правильно сказала, очень активных, очень навязчивых, можно вот так, наверное, сказать, действий со стороны кандидатов мы еще не видели. Что ожидается вот в этой предвыборной кампании, как вы думаете? Потому что вот не раз уже прозвучал сегодня такой момент, что основными помощниками для территориальных избирательных комиссий, для участковых избирательных комиссий будут сами партии. Сами кандидаты. Сами кандидаты, которые будут сами проводить свою вот эту вот агитационную кампанию. Умеют ли наши люди вообще достаточно грамотно проводить эту кампанию? Мне кажется, сейчас и посмотрим в течение всего следующего месяца, потому что, вот правильно сейчас Зульфия сказала, все-таки здесь же мы будем выбирать не только партию, но и представителей этой партии. Плюс у нас будет одномандатники по нашему Аксуисскому району, там 15 или 17 человек. По выдвижению было 16 человек. 16 человек. До 28-го, вот 28-го уже кончится регистрация кандидатов, там уже будет... Представляете? Представляю. Это 16 человек, должен сказать, что я лучший, и пожалуйста, проголосуйте за себя, за меня, то есть, и это будет, ну, мне кажется, такая живая, активная бомбка должна быть. Вот это я и говорю, что агрессивная будет, достаточно агрессивная кампания будет наблюдаться вот в этом плане. Должна быть. Должна быть. Потому что ведь каждый кандидат должен действительно доказать, что чем он лучше, и почему именно он сможет вот быть самым таким голосом хорошим. Нашим голосом Дюгор Кукиниш. Да, да. Он не прав, он не имеет просто права осуждать тот парламент, в выборах которого он не принимал участие. Вот как бы нашим людям внушить это? В нынешних выборах избиратель голосует именно за того человека, за кандидата, которого он хочет видеть там, в Дюгор Кукинише. Да, это очень хорошая норма, между прочим. Это очень, во-первых, хорошо защищен сам кандидат, мы же знаем тысячу случаев, да, что просто человек оставался там, хотя приносил большее количество голосов. Ну и хотя вообще он выглядел лучше, чем тот другой, вошедший в парламент. Как вы сейчас говорите, вот мне кажется, гражданское общество, ЦИК, ИТИК и УИКи должны говорить людям о том, что вы сами сможете привезти вашего депутата в Дюгор Кукинише. Вы завтра сможете спросить, допустим, да, с него, да, что товарищ такой-то, мы за вас проголосовали, вы были 25-й там в списке вашей партии. Мы сделали так, чтобы выбросили. Это очень хорошая норма сегодня для нас, и мы должны на это делать акцент, да, при информировании нашего сообщества, чтобы они могли принимать осознанное решение. Ой, как хочется все-таки, чтобы вот именно такой осознанный выбор привел, наконец-то, к власти парламент, который будет полностью вменяемый. Потому что мы же видим, одни и те же лица, да, одни и те же какие-то обещания и так далее, и так далее. Еще не было, а ввели немножко изменения к требованиям кандидатам, обязательным требованием является наличие высшего образования. Раньше этого не было. Мне кажется, вы знаете, тут еще один момент все-таки надо сделать. Сейчас соцсети очень актуальны, да? Очень. Мне кажется, что вот избиратели должны и социальные сети использовать для своего какого-то мнения, для того, чтобы высказать свое какое-то мнение. Может быть, с кем-то поспорить, может быть, даже и достаточно резко разговаривать в этом плане. Как вы считаете? Я думаю, избиратель воспользуется этим в нынешнее время, и каждый на своей странице в Фейсбуке или в каких-то других соцсетях сможет высказывать свое мнение о том или ином кандидате. И знаете, окружные избирательные комиссии совместно с органами местного самоуправления мы сейчас будем составлять график встреч кандидатов по томандатным округам, именно по Риге, по району, например, там городе определенно составим график, и избиратели могут прийти, и определенно всех кандидатов, постараемся охватить всех кандидатов, которые захотят принять участие и прийти на встречу с избирателями. И избиратель может прийти, задать свои вопросы там кандидатам, напрямую уже, не в субститях, там обратиться именно напрямую к кандидатам. Ну плюс, наверное, еще телевидение, да, будет? Да, телевидение, да. Будут телевидение, да, время, выделять время для каждого кандидата. Теледебаты будут между кандидатами. Ну и, наверное, все-таки информационные какие-то листки, которые можно будет взять и спокойно дома изучить. Тоже, наверное, есть такая возможность, потому что... Да, у избирателя будет возможность сравнить... Да, 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 вот прямо положить вот эти... Программы политических партий, одинаковые они, списанные или друг у друга, или все-таки они осознанно подошли к подготовке программы. Программа будет на сайте ЦИК, тоже. На сайте ЦИК, да. Да, про данный партий. Ну что ж, это вот очень важный разговор, и я полагаю, что на какие-то вопросы наших избирателей мы ответили. Мы понимаем, что это будет все очень-очень непросто, но все наши участники сегодня неоднократно высказывали мысль о том, что нужно осознанно сделать свой выбор, прийти в обязательном порядке на свои избирательные участки и проголосовать. Вот тогда можно будет посмотреть на то, какой парламент мы с вами выберем. А если мы опять придем в меньшинстве, то и спрос не с кого будет сделать. Спасибо вам большое за нашу беседу. Она была нелегкая, потому что действительно много информации и размышлений. Спасибо за ваше время. Спасибо нашим слушателям и зрителям, у которых хватило терпения нас дослушать. И до свидания. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»